Ну а прямо сейчас, прямо в эти минуты в торгово-развлекательном центре планеты в Красноярске проходит кастинг на участие в беспрецедентном проекте нашего канала «Внешность на миллион». Стать участницей может любая, правда, только одна девушка и измениться не только внешне, но и внутренне. Да, это только первый кастинг из четырёх, по итогу которых будет выбрана та самая единственная, над которой в течение полугода будет работать целая команда специалистов в различных областях. Это и пластические хирурги, и косметологи, и стоматологи, и имиджмейкеры, и стилисты, и фитнес-тренеры. В общем, много-много-много людей. И после прошествия этого полугода из нашей золушки просто будет невозможно её сравнить с тем, что было до того, потому что она станет настоящей королевой. Принцессы, наши коллеги Вячеслав Голубев, Марина Моргунова сейчас находятся на месте события. На связи прямой с нами. Слава мы видим, передаём им слово слово. Слава, доброе утро. Что происходит у вас? Доброе утро. Друзья, вы практически всё рассказали, что происходит. Доброе утро, кстати, да. Хочу сказать вам, мы находимся в торговом развлекательном центре планеты. Как вы видите, организовали здесь такой съёмочный павильон, где и как раз-таки будет проходить кастинг. Первый кастинг сегодня телепроекта «Внешность на миллион». Только представьте, один миллион рублей на преображение внешности. Мне кажется, действительно, это много. Именно сюда я призываю вас приходить. Приходите сегодня. До 12 часов мы здесь будем работать. Поэтому у вас будет возможность заполнить заявки, заполнить анкеты. Также мы будем работать ещё в следующую субботу, 19 и 26 августа. Так что обратите на это внимание. Кстати, сегодня я хотела бы пообщаться с первой участницей нашего кастинга. Юлия. Юлия, здравствуйте. Доброе утро. Юлия, расскажите, а вот что вы хотели бы изменить, например, в себе? Мы уже узнали в жюри, когда вы о себе рассказывали. Ну, расскажите зрителям нашим. Потому что мне кажется, у вас всё прекрасно. Благодарю вас. Тем не менее, мне бы хотелось увеличить грудь. У меня двое прекрасных детей. Они отчасти съели мою красоту. Мне бы хотелось сделать себе виниры. Это голливудская улыбка, так как я начинающая актриса. Хотелось бы сделать небольшие изменения в районе живота и ещё немного похудеть. Ну что ж, мы желаем вам удачи, как в актёрской деятельности, так, собственно, и в рамках нашего проекта. Мы переходим дальше. Здесь, как вы видите, позади меня сейчас находится жюри. Вот рядом со мной находится Александр Изуварев, кандидат медицинских наук, врач, стоматолог, терапевт, ортопед. Профессорской стоматологией зубника, о том, как проходит отбор, он сейчас расскажет. Александр, расскажите, вот мы уже посмотрели на первую участницу. Ну, то есть, конечно, проект довольно масштабный, поэтому первую участницу, конечно, воодушевляет. В целом, конечно, та участница, которая будет победительницей. Ну и вообще, в целом, остальные, даже те, кто не пройдёт, потом могут прийти к нам, расскажем и окажем. То есть, весь спектр стоматологических услуг, практически всё, что предлагает современная стоматология сегодня, будет задействовано в этом проекте. Например, что можно сделать? Вот у нас миллион рублей, конечно, весь миллион не уйдёт на стоматологию, но тем не менее, что в рамках этого проекта, например, участники могут сделать себе? Мы, конечно, будем в целом, как и всегда, исходить из клинической ситуации, которая будет, так скажем, из того состояния, которое изначально есть. Но возможности, в принципе, неограничены. Единственное, конечно, временной период в полгода, всё, что за полгода возможно будет сделать, мы, конечно, сделаем. В частности, это такие процедуры, как банальное лечение, начиная с лечения кариеса, ортопедическое лечение, то есть, это всё протезирование, все виды протезирования, отбеливание при необходимости. И, то есть, очень большой спектр, на самом деле, стоматологических услуг. В том числе, скорее всего, возможно, какие-то хирургические вмешательства, опять же. Вы находитесь в членах жюри. Собственно, по каким параметрам вы вообще отбираете участников? То есть, на ваш взгляд, кто должен пройти, а кто нет? Ну, конечно, то есть, я, глядя на участниц, больше, конечно, смотрю на лицо. Остальные участники жюри, возможно, на другие части тела, скажем так. Понятно, что будем исходить из того, что, как говорится, было бы что лечить. Понятно, что участники, скорее всего, в той возрастной группе, которая сейчас представлена, это не те, кто носят съемные протезы. Поэтому, конечно, есть определенные ограничения по оперативным вмешательствам операции. И, в принципе, все остальное, все возможно. Можно ли сказать, да, вот, кстати, что нет ничего невозможного в плане современной стоматологии? Да, в принципе, так можно сказать, в принципе, о любом медицинском вмешательстве на данном проекте. И, поскольку возможности, конечно, позволяют сделать все на сегодня. И, опять же, достаточно высокий уровень специалистов всех позволяет говорить о том, что возможно практически все. Ну, что ж, спасибо большое. Напомню, что беседовали мы с кандидатом медицинских наук, врачом, стоматологом, терапевтом, ортопедом, профессорской стоматологией зубника Александром Зубаревым. А находимся мы на площадке кастинга, как вы видите, телепроекта «Внешность на миллион рублей». Я призываю вас, друзья, если вы сегодня будете в торгово-развлекательном центре «Планета», приходите на наш кастинг, кстати, для девушек исключительно. Приходите, заполняйте анкеты и участвуйте в нашем телепроекте. Что ж, теперь хотелось передать слово студии.